На телеканале Юганск новости. Здравствуйте. Вначале коротко об основных событиях вторника. В 2014 году выходит еще инвестор на четвертый микрилон. Это снос ветхого аварийного жилья. Сложный, но продуктивный. Чем запомнится уходящий год, рассказала журналистам глава администрации. Андрюша, ныряем. Вот какой молодец, Андрюшка. Как рыба в воде. В детской поликлинике открылась школа грудничкового плавания. Я знала, что я вырасту, у меня будет хорошее образование, хорошая работа. Как попасть на кремлевскую елку. Всего лишь стать отличником и победить на Олимпиаде. Вячеслав Арчиков дал пресс-конференцию по итогам года. Глава администрации признал, что 2013-й был напряженным, но в то же время продуктивным периодом. Масса планов реализована, об этом в том числе говорит и высокое исполнение бюджетов. 9 миллиардов 550 миллионов рублей. В 2013-м необходимо было начать работы по модернизации станции обезжелезования и строительства на канализационно-очистных сооружениях. На следующий год эти масштабные объекты должны ввести в эксплуатацию. Новый 2014-й год обещает быть щедрым на подарки. К сентябрю жители получат чистую холодную воду. Что касается горячей, здесь проблема сложнее. На хозяйственные нужды потребляется та же вода, которая проходит через затопительные приборы. Чтобы исключить эту систему, это надо в каждом доме выполнить индивидуальный тепловой пункт. В таком случае будет холодная вода подогреваться горячей водой, и мы будем подавать хорошую горячую воду для населения. Появится и большее потребление чистой воды. Мы на следующий год планируем проектные работы по строительству нового водозабора в районе Березового острова. В целом на будущий год у Нефтьюганска грандиозные планы на строительство. В связи с этим коснулись вопросы формирования благоприятного инвестиционного климата. Сейчас на территории города 14 застройщиков, тогда как в 2011-м их было всего два. В 2014 году выходит еще инвестор на 4-й микроэйон. Это снос ветхого аварийного жилья. Тоже данная территория 4-й микроэйона подготовлена. И градостроительной документацией. И мы уже провели конкурс. И 50% территории 4-й микроэйона уже проторговано. За счет инвестора идет строительство 17-го микроэйона. В конце года вырастет первая свечка – высокое одноподъездное здание в 16 этажей. Всего на этой площадке планируют получить 100 тысяч квадратных метров жилья. Кроме того, здесь будет свой детский сад на 320 мест. Работы по его возведению начнутся также в 2014 году. Мы в этом году сдали детский сад на 200 мест в 14 микроэйоне. И получили уже право собственности. И, соответственно, ребятишки в январе месяце пойдут в данный детский сад. Следующий детский сад – это в 15 микроэйоне на 300 мест. Мы планируем сдать в апреле месяце. Кроме того, на следующий год запланирован ввод детского сада в 11-м Б. А также возобновится строительство садика в 4-м микрорайоне. Возведение дошкольных образовательных учреждений также рассматривается в 16-м и 5-м микрорайонах. Там уже подготовлена территория. На следующий год мы планируем расширение автодороги по улице Набережная. Четырехполосное будет движение. Затем проектируем дорогу по улице Нефтяников. Очень сложное проектирование, учитывая то, что очень большое количество сетей. Отметим, сейчас в городе порядка 70 тысяч авто, поэтому без расширения не обойтись. В преддверии праздника поговорили и о прекрасном. Культурный центр перешел на баланс города, а значит, концертов и спектаклей должно стать больше. В январе для жителей подготовят список мероприятий и приезжающих артистов. Елена Раянова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». РЖД предлагает не запрещать курение в поездах, поскольку проконтролировать это будет, по мнению руководства компании, довольно сложно. Напомним, сейчас в поездах дальнего следования разрешено предаваться этой вредной привычке в тамбурах вагонов. Исключение составляют высокоскоростные поезда. А теперь простая экономика. Округ оказался в аутсайдерах по строительству детских садов. В очереди на получение места в дошкольном учреждении стоят 10% маленьких югорчан. В список регионов, отстающих по этому показателю, также вошли Московская область, Республика Саха, Астраханская область, Красноярский край и Республики Северного Кавказа. В целом же в 2013 году в России создано более 370 тысяч мест в детских садах. Построено 580 новых зданий для дошкольных учреждений. На эти цели из федерального бюджета было выделено 59 миллиардов рублей. Еще 40 миллиардов добавили сами регионы. Владимир Путин поддержал нефтяные компании в конфликте с РЖД, которая намеревается повысить тарифы на перевозку нефти и нефтепродуктов. Более того, монополия может потерять право корректировать цены, пишет коммерсант. Железнодорожники после решения правительства о заморозке тарифов для естественных монополий на 2014 год решили проиндексировать их на перевозку нефти и нефтепродуктов на 6%. Однако Владимир Путин выразил резкое недовольство таким решением РЖД. А глава Минэкономразвития предложил вернуть право регулирования этой сферы Федеральной службе по тарифам. Округ потерял 4 балла и выбыл из списка регионов с наиболее высокими показателями социального самочувствия. Исследование подготовил Фонд развития гражданского общества. Почти 57 тысяч человек из 79 регионов ответили на 4 главных вопроса, касающихся ситуации на территории, наличия недовольства людей властями и готовности принять участие в акциях протеста. Любопытно, что Ямал и Тюменская область остались на лидерских позициях. Девяти нефтеюганским ребятишкам крупно повезло. Под Новый год они отправляются в Москву на Кремлевскую елку. Все счастливчики имеют отличные аттестаты, победы в Олимпиадах, либо это просто активные творческие личности, рассказывает наш корреспондент. Талантливые ребята едут в Москву на три дня. Сегодня они переночуют в Сургуте, а завтра их встретят в столице и гостиничный комплекс Измайлова. Там для юных гостей приготовили развлекательную программу. Также для детей проведут обзорную экскурсию по городу. И главное, они посетят лучшую, Кремлевскую елку. Выезжают у нас всего девять детей. Четверо учащихся в школу города. Одна девочка со второй школы, одна из шестой и двое из десятой. Это лучшие ученики параллели шестых классов. Круглые отличники, олимпиадники, ну и просто активисты. Также двое ребятишек едет из детского дома «Святозар» и трое от Центра социальной защиты «Веста». Шестиклассник Кирилл Чернышов в Москве был только проездом. А потому для него большая честь представлять наш город на столичном мероприятии. Кирилл – круглый отличник. Еще в детском саду ему привили любовь к грамоте. Сейчас он учится в десятой школе, в гуманитарном классе, осваивает два языка – немецкий и английский. В будущем хочет пойти по стопам отца, стать нефтяником. Я начал учиться очень, ну как, я очень старался еще с начальной школы. Я знал, что я вырасту, у меня будет хорошее образование, хорошая работа и много хорошего. И поэтому я старался, учился как мог. Я жду ярких ощущений, эмоций и, ну, в общем-то, всего хорошего. А вот воспитанник детского дома «Святозар» Мансур Рузматов в Москву едет в третий раз. Талантливый художник уже бывал на елке президента. Говорит, зрелище потрясающее, да и город ему понравился. Признается, что с удовольствием бы туда переехал. До Сургута ребята отправились на автобусе в сопровождении медиков и полицейских. Три дня за их передвижениями по Москве будут следить опытные педагоги. Елена Раянова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Взрослые, как известно, рождественские праздники любят не меньше, чем дети. Сегодня в культурном центре «Обь» прошел новогодний вечер для старожилов и ветеранов. Присоединился к встрече и глава нефти Юганска. Пусть всегда вам сопутствует удача. Пусть будут живы и здоровы близкие и дорогие вам люди. Пусть будет здоровье и счастье и тепло семейного очага. На праздничный вечер однажды в новогоднюю ночь пригласили 135 старожилов и ветеранов. Для приглашенных выступили вокальные и танцевальные коллективы. С первой же песни гости пустились в пляс. А главные новогодние персонажи Дед Мороз и Снегурочка навеяли воспоминания из детства. Ирина Андреевна 41 год назад приехала в Нефтьюганск. Работала водителем грузовой машины, возила сварщиков. Несмотря на то, что детство уже далеко позади, в чудеса и Деда Мороза женщина верит до сих пор. И подбой курантов загадает желание. Пожелает здоровья мужу. Загадывайте желание, когда бьют куранты, все сбудется. В детстве у меня запомнилась елка, когда мне было 10 лет. Мне Дед Мороз подарил большую куклу. Ну, конечно, купили, наверное, ее родители. Вот. Ну, просто Дед Мороз мне ее преподнялся. В Москве появились волонтеры, которые собирают подарки для детей больных онкологией. Подробнее в рубрике «Другие новости». В воскресенье центр Москвы заполнили волонтеры в костюмах Дедов Морозов и Санта-Клаусов. Они собирают новогодние подарки для детей больных раком. Принять участие в акции могут все желающие, как в качестве дарящих, так и в качестве собирающих подарки Дедов Морозов. Те, кто хочет помочь детям, тем, кто находится в больницах и у кого действительно получится Новый год отметить на больничной койке, мы хотим подарить им праздник и поддержать их, собрать игрушки здесь, в центре Москвы, для того, чтобы... Ну, они поняли, что они не одни, что много есть людей, которые их поддерживают, которые хотят быть с ними в эту нелегкую минуту. Деды Морозы призывают прохожих купить одну или несколько игрушек или рождественских украшений и положить в мешок. Они обещают, что на следующей неделе все подарки обретут новых хозяев в лице 150 детишек в одной из московских онкобольниц. Они также устроят маленьким пациентам костюмированное представление. Ура! Спорт для грудничков. Вот уже больше семи лет нефтьюганские специалисты помогают малышам укреплять иммунитет, развивать двигательные функции и тренировать работу сердечно-сосудистой системы с помощью плавания. На занятиях у грудничков побывала и наша съемочная группа. Маленькому Андрею всего два с половиной месяца, а он уже устраивает заплывы по 10 минут. Первые пять занятий мама училась правильно поддерживать сына и выполнять с ним скольжение по воде. Потом три недели самостоятельной работы. Дома ему уже помогали не инструкторы, а муж и старшая дочка. В разновременные рамки купались, чтобы проверить, когда малышу это больше нравится. И пришли к выводу, что в нашем случае нам лучше вечером купаться. Как бы он тогда раньше засыпает и крепче спит. Ну ему очень нравится, во-первых, плавать. То есть он очень доволен, то есть он эмоционально это выражает. Сегодня у грудничка шестое занятие. Вода стала на 3 градуса холоднее. Мама выработала командный голос, а Андрейка впервые нырнул на глубину. Андрюша, ныряй. Вот какой молодец, Андрюшка. И вот так это будет дома. У инструктора по грудничковому плаванию занимается 18 детей от 1 месяца до года. Самыми маленькими начинают плавать в ванне. После 4 месяцев переходят в малый бассейн, а уже после года в большой. По мнению специалиста, здесь важна системность. Именно оздоровление, именно укрепление, именно закаливание будет получено от системы и позитивного настроя родителей. Обязательно. Мама должна быть уверена. Юлия Доронина пришла с дочкой Варей только в 3 месяца. Говорит, если бы узнала о таких занятиях раньше, то не стала бы затягивать. Молодая мама с мнением специалистов полностью согласна. Дочка окрепла, стала более подвижна, а главное, малышку миновали простудные заболевания. Я когда увидела объявление, с удовольствием сразу позвонила Татьяне Ивановне. Мы сразу с ней договорились, дали быстренько анализы. Быстро мы пришли сюда и никаких страхов нет. То, что зима, если этот вопрос, ну это, наверное, индивидуально от родителей зависит. Ничего страшного нет. Прийти здесь посидеть сейчас еще с ребенком, потому что после купания ты в любом случае его кормишь. За это время малыш успевает обсохнуть и отдохнуть, а потом можно устроить и прогулку на свежем воздухе. Записаться на грудничковое плавание можно по телефону 2509-82. Светлана Ряписова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Сразу несколько футбольных состязаний стартовали в Нефтьюганске в преддверии Нового года. Так, накануне сотрудники городской администрации сразились с командой из детского дома «Святозар». Всего всех благ, вам успех, высок на спортивной арене. Матч длился около двух часов. Команда чиновников играла в голубых костюмах «Святозаровцы» в темно-синих. Несмотря на преимущество возраста и опыта, для работников администрации эта встреча не была легкой. «Святозар» же и решился вывести на поле девушку. В итоге игра закончилась со счетом 7-9 в пользу воспитанников детского дома. Высокотехнологичный подарок преподнесла компания «Мегафон». Своим абонентом в Нефтьюганске в преддверии Нового года сотовый оператор запустил на территории города сверхскоростной интернет 4G. О том, как воспользоваться услугой и какие тарифные планы предлагает «Мегафон», смотрите в репортаже на правах рекламы. Компания «Мегафон» значительно превысила скорость мобильного интернета. «Мегафон» стал первым оператором, который запустил 4G в Ханты-Мансийском округе. Сеть 4G – это сеть нового поколения, основным преимуществом которого является скорость передачи данных. На сегодняшний день до 50 мегабит в секунду, что 10 раз выше скорости в сетях 3G по передаче данных и в 100 раз быстрее, чем в сетях 2G. Для того, чтобы начать пользоваться услугами сети четвертого поколения, необходимо мобильное устройство с поддержкой 4G. На российском рынке уже доступно 47 моделей устройств с поддержкой сети 4G от «Мегафона». Это девайсы известных мировых производителей и собственные 4G-устройства «Мегафона». Модемы, роутеры и смартфоны, которые работают в сетях всех стандартов. Так, если абонент покинул пределы сети 4G, то девайс продолжит скачивание информации с помощью технологий 3G и 2G. Наша компания предоставляет безлимитный интернет для телефона. Это называется безлимитный интернет XS. Стоимость его 99 рублей, абонентская плата первый месяц. Со второго месяца предоставляется 6 рублей в сутки. Ограничение 100 мегабайт. Скорость максимальная. Для модемов обычно подключают интернет S за 490 рублей с объемом трафика 4 гигабайта, или M за 790 рублей на 12 гигабайт. Для 4G-роутера специалисты рекомендуют пакеты L или XL. Они обойдутся в тысячу с небольшим. Иными словами, скорость возросла, а стоимость тарифов осталась прежней. Дмитрий Денисенко планирует использовать 4G на большинстве умеющихся у него устройств. Мобильные устройства, смартфоны, ноутбук. Так в интернете полазить, что-нибудь посмотреть, какую-нибудь информацию. Скорость будет больше намного, чем у 3G. И намного быстрее все будет. За переход на 4G плата не взымается. При замене сим-карты на новую с поддержкой 4G абоненты компании Мегафон могут сохранить свой номер и пользоваться услугами 4G со своим привычным номером мобильного телефона. Нефтьюганцы могут получить 4G-сим-карты и приобрести мобильное оборудование в четырех салонах Мегафона в торговых центрах Север, Европы, Южный и Меридиан. Отметим, сейчас для любителей интернета действует акция. Теперь купить 4G-модем можно всего за один рубль при подключении опции безлимитного мобильного интернета. Оплатив доступ в интернет на один месяц, абонент получает современное мобильное устройство по низкой цене, а также 15 гигабайт трафика на максимальной скорости. Елена Раянова, Виктор Ижбанов, телерадиокомпания «Юганск». Программа «Ивизит», которая выйдет сразу после новостей, расскажет об одном из самых уважаемых и опытных специалистов «Юганскнефтегаза». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас» в «Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Всего вам доброго и до встречи.